О том, что сегодня в зале, как всегда, замечательные артисты, сценаристы, режиссёры, операторы, те, кто имеет отношение к волшебному миру кино и, конечно же, заслуживает тех высоких наград, которые будут вручены сегодня в зале. Также присутствуют журналисты и федеральных каналов, и средств массовой информации Гатчины. Очень приятно вас всех приветствовать, дорогие друзья. Уважаемые друзья, сегодня в торжественной церемонии закрытия кинофестиваля участвуют депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители правительства Ленинградской области, руководство Гатчинского муниципального района и города Гатчина. Итак, для вручения специального приза губернатора Ленинградской области за вклад в российский кинематограф, мы приглашаем на сцену губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Добрый день, уважаемые гатчинцы, уважаемые участники 23-го Гатчинского фестиваля литературы и кино. Дорогие гости, я, слушая диалог Андрея Рублева, Феофана Грека из фильма Андрея Рублева и Тарковского, подумал о том, что наш фестиваль действительно уникален, потому что в сегодняшнем современном мире не так много тех, кто несет людям двойное понимание духовной жизни. Это через воспринимание зрительное, слуховое, через возможность, когда ты читаешь книгу, по-своему понимать сюжеты происходящие, и после того, когда великий режиссер эту книгу показывает тебе на экране, это двойное удовольствие. Если раньше мы все радовались, когда книга появляется на экране, то сегодня, мне кажется, что идет обратный процесс. Мы радуемся, когда сначала появляется на экране фильм на основании того или иного литературного произведения. Это толкает нас всех открыть по мотивам этого произведения книгу или, наоборот, по сюжету книгу и ее прочитать. Это особенно важно, потому что каждый из нас в кармане вот сегодня имеет вот такую пластмассовую штучку, многим из которых она заменяет сегодня и кино, и книгу, и картинную галерею, и театр, и многое-многое другое. Мы привыкли, что сегодня мы не читаем романы, пьесы, эссе, мы читаем короткие сообщения в Инстаграме, мы читаем короткие новости, иногда читаем полную чушь, но воспринимая это как правду. И очень важно, чтобы у нас в России, в стране высокодуховной, это лишний раз мы увидели вступление, когда и были кадры из фильма, и, еще раз повторю, замечательный диалог, чтобы понимали, что все-таки мы нация духовная, и духовность у нас всегда стояла впереди, впереди выгоды, впереди снижательства, впереди чего-то еще другого, что всегда есть у человека душа, у человека большая, у них есть как и темные, так и светлые места. И очень важно, что наш Гатчинский фестиваль интересуется фестивалем, через который мы, зрители, в том числе видим первые фильмы, премьерные фильмы, основанные на литературных произведениях. И это подстегивает интерес и к кино, и к литературе, в том числе у молодежи, которой сегодня много в зале, и которая, надеюсь, будет каждый раз приходить сюда, на наш кинофестиваль. Невозможен кинофестиваль без великих людей, которые делают это великое искусство под названием кино. И сегодня мне выпала большая честь вручить специальный приз великому человеку, человек, который листворяет в моем понимании советское, российское кино, именно большое кино. Это человек, который является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Народным артистом в России, генеральным директором телекомпании «Мосфильм», который сегодня переживает свое второе рождение и дарит нам сумасшедшие фильмы. Карен Георгиевич, я с удовольствием хочу этот приз вручить вам от всего сердца, от правительства Ленинградской области, от себя элитночной, от всех жителей Ленинградской области. С огромным уважением. Я думала, денежки в подарок. Вы знаете, я необыкновенно тронутый, для меня это огромная честь. Я необыкновенно тронутый, полный восторга, потому что я вижу полный зал зрителей. В общем-то, я уже давно работаю в кино и могу вам сказать, порой, конечно, какие-то мысли закрадываются, ради чего мы все делаем, поскольку все-таки кино такое эфемерное искусство, кусок простыни и какие-то картины на нем какого-то мира, который мы показываем. Но когда ты видишь зрителей, когда ты видишь, что это кого-то трогает, что кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то задумывается, ты, конечно, тогда только понимаешь, что, может быть, не зря мы все это делаем. Спасибо вам большое. Я должен сказать вам, что, на мой взгляд, я думаю, многие кинематографисты со мной согласятся, фильм создается не там, когда он в недрах студии, где-то мы заканчиваем, а фильм только тогда создается, когда он встречается со зрителем. Потому что необыкновенное чувство возникает, необыкновенная связь. Вот тогда фильм, собственно, является фильмом, он уходит из нашей даже биографии. Он становится биографией вашей, зрительской. И вот в этом, мне кажется, великая какая-то сила кино, и ради этого, наверное, стоит работать в кино. И я должен сказать, что мне очень нравится идея этого фестиваля, потому что это правильно, слово – основа всего. Кино вышло из литературы. Литература – это фундамент кино. Без литературы не могло бы быть кино. Конечно, это сегодня разное искусство, но все равно мы в кино пытаемся создать некие образы, которые прежде нас создает литература. Это в этом смысл нашего искусства. Мне кажется, этот фестиваль очень важен. Мне кажется, что его надо развивать, и мне кажется, что у него огромное будущее, потому что весь кинематограф, и мировой кинематограф, и отечественный кинематограф, он весь неразрывно связан с литературой. Поэтому я приветствую создание этого фестиваля, его проведение. Я, со своей стороны, готов всегда поддерживать и делать все, чтобы этот фестиваль развивался. Спасибо вам большое. Я действительно очень тронут, счастлив, и для меня это огромная честь здесь выступать перед вами, в этом действительно легендарном городе. Спасибо вам. Горен Шахназаров. В работе кинофестиваля всегда принимают участие...